День добрый! С вами Дмитрий Плеханов и это программа «Околополитика». Это выпуск про Госдуму. Печальный и смешной, потому что не печальным и не смешным он может быть только на Первом канале. Так что зрители, которые считают, что недовольным партией может быть только белоленточник-либерал, явно ошиблись ресурсом. Нынешний созыв Нижней Палаты является самым бестолковым из всех. Если раньше среди депутатов было достаточно специалистов своего дела, то сейчас все больше популисты. Взять хотя бы Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Если раньше его возглавлял бывший первый заместитель министра внутренних дел Владимир Васильев, который к этому посту шел 27 лет службы в МВД, то теперь о нашей с вами безопасности и борьбе с коррупцией в стране печется Ирина Яровая, проведшая 7 лет в Камчатской прокуратуре, потом проникшая в Краевую Думу и ловко сменившая партию «Яблоко» на «Единую Россию», лишь только забрежила возможность поехать в столицу. На этой неделе выяснилось, что несмотря на имеющуюся у каждого иногороднего депутата служебную квартиру, она проживает в элитном жилом комплексе, стоимость жилья в котором значительно превышает совокупный доход ее семьи на год покупки. Видимо, Ирина так хорошо тренировалась бороться с коррупцией, пока работала в Камчатских прокуратуре и законодательном собрании. Но ее коллеги-единороссы, как и она, решительно настроены отстаивать свой имидж. И первым за нее вступился Андрей Исаев, который пообещал продать свой отель в Германии еще до момента вступления в силу запрета на чиновничью недвижимость за рубежом. Хотя еще недавно уверял, что это всего лишь гостиница для паломников. Он вместе с единороссом Федоровым, прославившимся своим интервью, где он сорвал покровы, рассказав, что России, оказывается, управляют из госдепа, единогласен во мнении. Все эти истории про диссертации, недвижимость, бизнес и прочие блага верных слуг народа выдуманы и направлены на дискредитацию парламента. О том, что он сам себя дискредитировал путаницей в показаниях о том, что же все-таки у него в Германии за недвижимость, народный избранник, видимо, забыл. В предвещавшемся нами нарастании противостояния кланов и интересов во власти страдают и эсеры. Лишенному неприкосновенности Олегу Михееву предстоит ответить сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Мало того, что он покушался на хищение банковских средств и присвоил, по версии следствия, промышленные объекты, так еще и пытался при помощи своей корочки решать вопросы с судом. За него вступился только Дмитрий Гудков, сказавший, что Михеев один из ключевых депутатов справедливой России, хотя автор думского списка золотых кренделей должен был быть объективен и беспристрастен. Но влетело и ему. На днях оказалось, что он ездил в США, якобы чтобы посмотреть на приемных российских детей, на то, как они живут. Однако поездка получила освещение по другому поводу. Вместе с лидером Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой и председателем партии Парнас Михаилом Касьяновым он принял участие в правозащитной конференции в американском Сенате, где обрушился с критикой на действующую власть и назвал Государственную Думу, цитирую, «сошедшим с ума принтером, который продолжает штамповать антиконституционные законы». С этим популистским, но метким определением трудно не согласиться. Однако его кампания и место, что называется, штрешочки к портрету. Закончился доклад, тем не менее, неожиданно. Цитирую, «россияне будут благодарны, если все мы последуем заявлениям Путина и поможем ему наказать взяточников». Что тут сказать? Фраза отдает заветами Лича и курсам партии и правительства. Только вот с каких пор стали на него сворачивать белоленточники? После этого случая партия спортсменов и миллиардеров нанесла ответный удар, заклеймив Гудкова предателем Родины и предложив ограничить свободу выезда для парламентариев за рубеж во время недели работы в комитетах и региональных недель без специального разрешения спикера парламента. Разумеется, другого решения люди, умеющие только запрещать и ограничивать, не нашли. Что же до однопартийцев Гудкова, то они исключили его из своих рядов вместе с отцом, который уже пообещал создать новую партию и объединить левые силы, если на ближайшем съезде СССР они одумаются. Коллега Гудковых по партии Пономарев в знак протеста приостановил свою работу в «Справедливой России» и призвал к созданию независимой межфракционной депутатской группы. Неизвестно, правда, на что он рассчитывает, если такая группа уже существует и руководит ей также бывший СССР Левин, вышедший из-за несогласия с политикой Миронова. В общем, бардак в Думе цветет и пахнет. И под конец прекрасное. Группа экспертов во главе с руководителем РЖД Владимиром Якуниным, который по совместительству является завкафедрой международной политики факультета политологии МГУ, выяснила, что выборы 2011 года в Думу были нелегитимными. По их данным, выиграла выборы не «Единая Россия», а КПРФ. На такой толстый троллинг не мог не отреагировать волшебник Чуров, который посоветовал всей экспертной группе обратиться к психиатрам и сообщил, что такой доклад стоило бы направить в психиатрическую больницу имени Кащенко и Институт психиатрии имени Сербского. Память явно подводит старика, и он, конечно, не подумал, что в этих учреждениях скорее бы ждали главу ведомства, насчитавшего 146% избирателей на выборах. Хотя, по-хорошему, курс галаперидола не помешал бы никому из героев сегодняшнего выпуска. Что там в Совете Федерации говорили про принудительное лечение? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!